Всем привет дорогие друзья, с вами Дэнкару и офлайн, который сейчас офлайн... Ой, у меня Зиг. Ну, Зиг, да, Зиг просто, он офлайн, но он Зиг на самом деле. Вообще мы должны были сказать это в первой серии, потому что ты обычно так подписан, но ладно. А чё у нас пиратки Майнкрафта? Вот. И, короче говоря, да, так, ну чё у нас... А, ну так вот, я, когда ты вылетел, я хотел тебе сказать про то, что... Я думал, что мы могли бы построить его под озером и сделать в этом озере такую прослойку, как бы, из, например, земли, да? И, если чё, вдруг мы просто взорвём эту прослойку и озеро затопит реактор. Я думал, что мы так могли бы сделать, но... Нет, это абсолютно глупость. Да? Ну, ладно. Но я думал, что это неплохая идея на самом деле. У нас чё, нету олова? А, вот я не знаю. У меня с собой 40 слитков, мой дурак. И там я в одной каменной печке плавил. А, отдай мне олова. Ладно, я иду, я иду к тебе. А, вот всё, не надо, у меня есть. Не нашёл. Да, постой ты. Ну, короче, я в эту сумму ползу. А, давай. Не, я просто целый стак нашёл, так что... А, ну да, наверное, я целый стак и переправлял. Вообще, я буду... Пойду и посмотрю. Да, блин, он начал выкидывать на... Я уже выключил там одну. Ладно, так, пускай работает. Блин, какой он красивый всё-таки. Нуклеар реактор. Нуклеар, прикольно. Блин, он прям... Блин, он прям... Блин, стесня же не стыкуются. Какой хороший. Он такой... Он такой жёлтый и чёрный. Кстати, меня в адиации не облучили без нагрудника. Нет, он не выделяет вопрос. Да, чувак, я знаю. Не дурак, но просто давай хоть какой-нибудь ролик и я ставим тут. А то мы будем уже совсем... Соберёт этот вот хрень. Иди сюда. Соберёт этот хрень и выкини никуда не. Выкини главное. Это, кстати, неплохие вещи. Я там, где материя, положу несколько проводов. Ещё такое, может, понадобится. Так, подвозночка. А, стоп, стоп, стоп. Что-то я ещё хотел куда-то положить, но я забыл. А, тростник. Я хотел тростник приложить. Вот. Я уже начинаю путаться, на самом деле. Это плохой знак. Так что я, пожалуй, себе налью немного минералки. Потому что, на самом деле, да, начинают мысли уже в голове путаться из этого реактора. И я вот, мне интересно, как ты предлагаешь проводить от него электричество к нам? Подожди, всему своё время. Вот-вот. Я-то думал, мы поднакопим алмазов, там, я не знаю. Мы поднакопим алмазов обязательно. И сделаем стекловолокно. Да, вот именно его я хотел использовать. Но нам нужно ещё эхо. А, сейчас дальше. Да, вот эхо, вот нам нужно вообще просто сильно. И куда ты делся? Я тогда думаю, что я пойду, так, я тут железо закинул, шесть штук, пускай пас. Я тогда пойду по ещё алмазов. Ага, давай, Вали. А, да, ага, спасибо. Да, кстати, мы всё это время довольно нерационально их искали, потому что мы искали на 10 уровне. А лучше всего было на 12, потому что там сразу 15, получается, ты покрываешь 4 уровня, то есть прям до 15. И ещё снизу один блок, так что это самый рациональный уровень. Да мне плевать. На 12 искать. Ну, блин, как плевать-то вообще можно. А, знаешь, тут один такой криповый момент был, когда я такой иду, и на меня из тени выходят зомби. Ну, это, конечно, ничем не сравнится, когда вот я на крипере однажды зашёл в одно подземелье... А как сделать этот рычаг? Рычаг — это булыжник вообще и палка сверху. А, булыжник, кстати, да? Да. Как сделать рычаг? Ну, он делает ядерный реактор, но он не знает, как сделать рычаг. Что-то, знаешь, как-то у меня подозрения увеличиваются насчёт того, что наш вещдом уже всё, летит к чертям, и скоро мы будем жить там, где мы портал поставили. Нет, чувак, не боись, всё ок. Да, всё ок. Честно, не бойся, тебе абсолютно нечего бояться, кроме гербаного взрыва. Конечно, нечего, потому что я сейчас на 12 уровне, если взрыв взорвётся, то он будет получше. Взорвётся, чувак, ну, профессором всю свою энергию и весь свой дом. И в этом-то вся проблема. Так, я позволю себе напомнить, что как бы, что у нас стоит RedPower второй, потом Industrial Crafts второй. Я позволю тебе напомнить, что у нас горит чёртов реактор, потому что его ничто не охладает. Блин, чувак, 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 чувак. Его совершенно ничто не охладает. Ты можешь отключить отверткой? Отверткой можешь отключить? Скрутить его. Только подожди, там надо чуть-чуть по-другому сейчас это сделать. Я просто сейчас создам эти золотые охладители, и они будут его охлаждать. Сам реактор в выключенном даже состоянии. И в выключенном состоянии я его охлажду до нулевой температуры, и хватит, и всё. Окей, так, я позволю вам напомнить, что как бы у нас реактор загорелся. Ребята, я просто выключу на паузу видео на некоторое время, потому что надо было поговорить. Да, ну я имею в виду не на камеру, а и получилось так, что этот чувак, он сжёг наш реактор просто. Ну, в смысле, он его построил, конечно, он имел... Он сжёг его, подожди. Да, он его поджёг. Ну, не поджёг, а он просто у нас... Подожди, всё, тихо. Так, просто... Выключил у себя звук или он... Ладно, я тогда пока отключу. Подожди, тихо. Я отключу, я отключу, я отключу. Короче, ребята, у нас наверху стоит долбанный горящий атомный реактор. Тихо, тихо, тихо. Так, ну, ещё раз всем привет, потому что я вырубаю запись уже, наверное, в пятый раз. Это пятая уже серия. Ну, так вот, короче, он хочет взорвать наш чёртых реактор. То есть не хочет взорвать, но он может взорвать. Я уже его взорвал. Что? Да не может быть. Я шучу. Вот именно. Так, охлади, просто его охлади и отключи, пожалуйста. Чувак, он не охлаждается никак. Ладно, ладно, подожди, сейчас. Чувак, там же можно какие-то охладители делать, я же видел. Там... Да, можно, подожди, я их сейчас и сделаю, сейчас, подожди. Давай, сделай их. Я сделаю их так, чтобы он вообще греться не будет. Да, знаете, ледяные стержни или чё-то такое, я не помню, чё там другое. Раз, два... Так... Вообще, зачем надо было его запускать до того, как мы этот эхо вот раздобудим? Я хотел проверить. Блин, ну это атомный реактор, атомный реактор. Я верный. Не проверяют. Я проверяю. Блин, да кто проверяет атомный реактор? Я. Так мы могли бы его сначала привезти на место, а потом уже проверить. Не, чувак, это слишком скучно. Слишком скучно взрывать свой дом, это весело, да? Да, чувак, я только что создал ту систему, которая его охладить полностью. Отлично, чувак. Если ты это сделаешь, я тебя обниму. Ну, конечно, не в буквальном смысле, но... Конечно, не в буквальном смысле, мы за 2000 километров только договорили. Да, вот, вот в этом вся проблема. Я просто напишу ми обнял зиг. Вот, знаешь, как на серверах пишут, я так напишу прям... Ну, блин, зачем я тут копаю эту стенку, тут все равно умазов явно нет. Потому что она в один бок. Я не могу выбраться из этих шахт, я просто потерялся. Не могу найти выход абсолютно. Это просто ужас какой-то на самом деле. Потому что, блин, ну как я мог тут потерять... Я никогда в этой шахте не терялся, серьезно. Теперь подожди еще немного. Заткни, он сказал. Аллилуйя, чувак, действительно. Вот ты сейчас правильно это сделал, что ты сказал слово аллилуйя. Так, ну... Все, я сейчас его полностью охлажду, и он будет у нас нормально работать. Вот, чувак, мне не нужно нормально работать. У нас прямо около солнечных батарей, ты понимаешь? Он будет это делать. Нет, пожалуйста, давай мы его перенесем. Нет, чувак, он будет это делать только потому, что... Доверие, надо доверять мне. Доверять, чувак, тебе доверять. Я тебя в Crossfire потом подоверяю. А тут я не хочу тебя доверять, слушай. Зачем ты прорекламировал это говно? Чувак, понимаешь, то, что я сказал о чем-то, это не значит, что я прорекламировал. Мы же не рекламируем Мэдисона, когда говорим Мэдисон Мэдисон. Это не значит, это просто... Я не знаю, кто придумал, типа, сказали, это значит, что, блин, прорекламировали. Про пиарили. Хотя наш пиар, блин, блин. Вот, нет, нет, я понимаю, я понимаю, подожди. Я имею в виду то, что когда ты о чем-то говоришь, вот, по логике вот этих людей, то абсолютно все, о чем ты говоришь, это пиар. Потому что я вот... Да, я нашел выход, наконец-то. Я вот написал о группе Depressive Pony. Там, группа с маняшками, с грустными, там, грустная мелодия. Ну, даже не грустная, а меланхоличная, я бы сказал, мелодия в этой группе. Вот, и как бы это же не значит, что я ее пропиарил за счет сайта My Little Brony, да? И то, что я сейчас это говорю, это что же не значит, что я, блин, пиарил его. Вот, так что я не понимаю логики людей, которые говорят, типа, сказал тут что-то, и ты это сразу только пропиарил. Это не пиар, это просто сказали об этом и все, как бы. Это как-то совсем уж странно так думать. Потому что, ну, совсем уж, на самом деле, да. Всем выгодно так думать. Какая выгода из того, что ты так думаешь? Всем ливай. Нет, не всем, мне пиарил. Потому что я же говорю, есть такие люди, которые, типа, а, ты пропиарил Мэдисона, там, пишут кому-нибудь. Да, блин, Мэдисона столько просмотров, что, блин, там... Наш 20 человек, если нас, конечно, посмотрим 20 человек. Нет, подожди, подожди, давай не будем переходить на нас. Я говорю в общем, понимаешь? Аммм... То есть...